Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Максим. Испытываю страх того, что разрушу отношения с человеком, который мне нравится, но я так могу думать по ошибке, что делать. Есть одна неприятная для меня проблема. Одна девочка, с которой... Есть одна девочка, с которой я виделся давно в детстве, но вот после стольких лет снова с ней встретился и начал редкое общение. Могли встречаться на праздниках наших родственников, так как отмечаем обычно вместе. После нескольких разговоров я понял, что она мне понравилась очень сильно, мне хотелось сильно о ней что-то узнать, но из-за редких встреч и разговоров это особо не получалось. Потом, после провальной попытки погулять, не задалось из-за погоды, и мы как-то разговариваться не смогли, я попытался забыть ее и заняться учебой. Но примерно через год, когда мы встретились на общем празднике родственников, во мне снова все загорелось, я понял, что это зима от нее. До недавнего времени испытал тревоги, когда спутил ее с кем-то другим, подумал, что опоздал. Но все обошлось, и вот я снова назначил встречи, и хочу признаться. Но если до недавнего времени чувства меня переполняли, то сейчас они как будто пробовали. Хотя раньше такого не было, и мне страшно, ведь она правда мне все это время нравилась, просто я все время боялся написать. Или случалось что-то отвлекающее. Просто если я собрался ей признаться, я не хочу, чтобы потом у меня было пусто, и мне было все равно этого признания. Объясните мне, пожалуйста, что со мной происходит, может быть я просто не умею любить. Вы знаете, Максим, вот само ваше письмо, да, сама ваша такая история, если угодно, если можно так вот ее назвать, да, Самая ваша история, она больше, как мне кажется, про тревожность в целом вашу. Она, мне кажется, больше про тревожность в целом вашу, вот, и, на мой взгляд, с девушкой ваша тревога не связана. Связана она скорее с тем, что вы достаточно изолированно себя ведете, как мне кажется, достаточно. И по этой причине, по причине того, что вы себя ведете изолированно, всю свою энергию, как мне кажется, вы направляете на нее. Ну вот, на девочку, как мне кажется, придавая ей, придавая ей, придавая ей, значение куда больше, чем, в общем и целом, это того заслуживает. Причем важно понимать, что не девушка заслуживает, а вы, потому что девушка может быть и не в курсе того, что вы чувствуете, и она скорее всего не в курсе того, что вы чувствуете, и, на мой взгляд, это абсолютно нормально. То, что вы описываете, выглядит, как, знаете, вот такая, я бы сказал, тотальная, если угодно, идеализация. То есть вы девушку очень сильно идеализировали. Идеализировали вы ее настолько, что она стала для вас центром вселенной. И, конечно, когда кто-то становится для нас центром вселенной, мы от этого начинаем несколько абстрагироваться, мы можем пытаться от этого несколько абстрагироваться. что, что, на мой взгляд, является совершенно нормальным, 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 то есть, на мой взгляд, совершенно нормальным является тот факт, что вы пытаетесь от девушки как-то все абстрагироваться, видя, видя в ней, может быть, некоторую, некоторую угрозу для себя. Вот. То есть, мне кажется, что в данном случае это абсолютная норма, норма. то, что вы описываете, то, что вас вот привозит и то, что вы испытываете. Потому что вполне может быть так, вполне может быть такая история, что слишком много для вас поставлено на карту. Когда очень много ставится на карту, то человек может начать этого избегать. что, на мой взгляд, и происходит с вами, что, на мой взгляд, абсолютно нормально. То есть, здесь ключевой момент в целом в том, что вы изолированы для себя максимально. У вас есть некоторые проблемы с построением отношений, судя по тому, что я могу видеть. И, соответственно, эта девушка для вас стала, вот, повторюсь, таким вот центром в целом. И вряд ли это хорошо. Потому что вполне может быть такая история, что девушку ваши, ну, ваши надежды, ваши ожидания не оправдают. Это нормально. И, подсознательно, может быть, вы это знаете. Вот. Что она не оправдают ваши ожидания, ваши надежды, ваши ожидания. И, как бы, полубессознательно, голосить свои чувства к ней. То есть, это, на мой взгляд, абсолютная и совершеннейшая норма. Вот. Когда человек, вот как вы, например, достаточно тревожный, неуверенный в себе, сомневающийся, да? То есть, в себе, вот, как-то, вот, ну, глобально себе недоверяющий. Вот. То в этом смысле, в этом смысле, начинается наложение одного на другое. Когда через отношения, вот, как вот в данном случае, вы пытаетесь решить какую-то свою проблему. вам нужно понять, вам нужно понять и увидеть свою заинтересованность. Вот. Ну, вот, как бы, да, свою заинтересованность именно, вот, в рамках того, что вы сейчас описываете, например. Вот. И это очень важный момент, как мне кажется. Потому что, если вы не будете разграничивать себя и её, я имею ввиду себя и, вот, девушку, например. Если вы не будете замечать, ну, того, что она, например, для вас значит, ну, вот, в принципе, что отношение с ней, вот, да, для вас значит, то ситуация вряд ли будет идти на улучшение. Здесь ещё важно понимать такой момент, что она, как будто бы одна. То есть, как будто бы, кроме неё, больше никого нет. Это тоже не совсем хорошо, потому что, на мой взгляд, должен быть выбор. Должно быть несколько людей. Должно быть несколько девушек. Ну, например, у вас, чтобы вы могли более свободно себя чувствовать. А так получается, что всё ваше внимание концентрировалось на ней. Это во-первых. А во-вторых, так получилось, что вы к себе слишком требовательны. Как мне показалось, сходя из, вот, того, что вы пишите. У вас, в принципе, как я понял, и отношений-то с ней ещё, как таковых, не было. Вот. То есть, я так понял, что вы с ней в отношениях, ну, не в отношениях. Вот. Вы просто с ней какое-то время провели. Вот. И всё. Но этого, этого мало. Но, надеюсь, вы это понимаете. Поэтому, вполне может быть, что вы боитесь разочароваться. Это довольно часто такое явление, довольно часто опасение. Но, надеюсь, не случайно, да, не случайно на мой взгляд, что вы, вот, как-то очень много ей уделяете внимание. А что ещё вам интересно? Ну, вот, вообще. Вообще. Что ещё вам нравится? Ну, вот, вообще. Вообще. Что ещё вас, так скажем, привлекает? Да? Вызывает интерес? Вот. Знаете вещи? Как мне кажется, нужно обратить внимание. Самое прицельное. Вот. Ну, и, в целом, обратить ваше внимание на то, что вы как-то, вот, склонны себя сдерживать. Вот. Если вы склонны себя сдерживать, если вы склонны себя как-то, вот, подавлять, то, естественно, будут, довольно серьёзные проблемы. Вот. На мой взгляд, это очевидно, в данном случае. Вот. Поэтому мне бы хотелось, обратить ваше внимание на данные аспекты. Чтобы вы, сами, хотя бы, начали обращать на это внимание. Потому что, совершенно очевидно, да, что если вот, чего-то очень сильно хочется, то это становится центром, эээ, ну, центром вселенной, центром вашей, вашей реальности. Вот. И расставаться с этим уже не хочется. И это нормально. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому я бы обратил ваше внимание на данные аспекты, эээ, в первую очередь. И об этом уже как-то сталкивался бы, эээ, ну, вот, в направлении, да, того, что делать дальше. Смотрите. Значит. Эээ, вы пишите, эээ, значит, ээээ, после 30 лет, эээ, с него возникли, то, значит, редкое общение. Почему редкое? Эээ, я понял, что она мне понравилась очень сильно. Эээ, как, как? Как вы это поняли? Что она вам понравилась очень, эээ, фильм? Как им образ? Вы это поняли. Я не к тому. Я не к тому, что вы говорите неправду. Я к тому, как вы это поняли. Вот. То есть, эээ, шпо, вот. На это указываю. Дальше. Дальше. Эээ, вы пишите, эээ, значит, эээ, хотел сильно узнать что-то, но за редких встреч это особо не получало. Иными словами, иными словами, иными словами здесь вы пытаетесь сказать, что общего-то между вами не так, не так и много, иными словами. Вот. Понимаешь, да? И, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы сами для себя подсадились. Такая общего-то у меня с, эээ, девочкой чего? Ну, вообще. Именно общего, что, вот, эээ, ну, связывает, связывает меня, как бы, да? Эээ, с ней. Вот. Очень было бы здорово, если бы на это вы обратили свое внимание. Потому что, такое ощущение, да, что вы, вот, очень, эээ, в фильме голобали, вот голобали, 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 да? Как будто бы. Эээ, а потом, вот, эээ, так вышло, да, что, обязательно, эээ, нашли, значит, эээ, какой-то способ, да, вот, ээээ, ну, как-то, ээээ, свой голод удовлетворить, да? Ну, или вам так вот, эээ, показалось, сумасливый такой способ. И, и всё, и вы, вот, ээээ, не особо раздумывая, да, ээээ, побежали. Грубо говоря, грубо, вот, я сейчас очень грубо говорю, вот. Грубо, но, надеюсь, ээээ, достаточно понятно. Дальше. Ээээ, значит, вы пишите, что мы не разговорились, вот почему не смогли разговориться. Далее, почему вы пытались её забыть? Ээээ, далее, как вы загорелись вновь? Как вы поняли, что безумна от неё? Вот. Дальше. Эээ, до недавнего времени я испытал тревогу, что спутал её с кем-то другим, подумал, что опоздал. Это вообще непонятно. Ээээ, по крайней мере, для меня. Что вы, ээээ, что вы здесь имеете в виду? Я, я как-то, вот, не уловью. Этот момент, надеюсь, что вы проясните, да, то есть, что это значит, что вы, вот, там, спутали её с кем-то другим, опоздали, как это связано. Но здесь спрашиваю, я спрашивал. Эээ, здесь, в основном, эээ, потому что вы боитесь её потерять, как мне кажется. Вы боитесь потерять, ээээ, вот, ээээ, что называется, ээээ, свой, ээээ, свой идеал, который, ээээ, который, ээээ, который у вас, ээээ, есть. Вы боитесь его потерять. Он вам очень нули. Вероятно, ээээ, по той причине, что вы чувствуете себя, глобально, потеряны. Вот. Ну, я знаю, опять же, как обстоят дела. Аом, может быть, эээ, может быть. Может быть. Может быть. Я не прав. Сложно сказать, вот. Но, тем не менее, ситуация, ситуация, вот, может быть, такой. Дальше. Вот я снова назвал эту встречу, хочу признаться. Вы очень сильно волнуетесь. Ну, как бы в данном случае, да, вы очень сильно волнуетесь. Как мне кажется. Прямо вот очень сильно. Переживает, очень сильно беспокоитесь, очень сильно нервничает. На мой взгляд. И, соответственно, соответственно, вам проще это вытеснить. Вам проще, ну, на это, это обесценить. Вот. Чем вы будете в это идти? Да. Ну, потому что это тяжело, это опасно, это чревато, вот, каким-то негативом, да. Много ресурсов, это, вот, ваших может, скажем так, употребить. Вот. Врядов много. Важно именно, вот, как раз, то, что вы, как мне кажется, ну, вот, в какой-то степени себя, получается, накручивает. Вот. И это приводит вот к такой реакции. Теперь вы вообще ничего особо не чувствуете. Вообще ничего особо не ощущать. Вот. Ну, и, надо сказать, не мудрено. Переволновали. Скажите, а какую вот цель вы себе ставите? Ну, вот так вот, если подумать. Какая у вас цель? То есть, вы хотите обязательно с девушкой отношения построить? Или вы хотите обязательно, чтобы у вас с ней что-то получилось? Или что? Чего вы хотите? Ну, вот, вообще, если вот, если так вот подумать. Чего вам нужно? Какую цель вы преследует? Было бы очень неплохо, если бы вы постарались бы с этим разобраться. обратить свое внимание. Потому что это довольно важный момент. Это довольно важный элемент. Вот. И... Без этого, без этого аспекта, ну, на мой взгляд, ничего особо не получится. Вот. Потому что... Ну, на что пообираться в данном случае нужно сравнивать. Вот. Вот. Какой-то такой ответ я бы мог вам предложить. То есть, важнее здесь не то, как мне кажется, что с вами происходит. Происходить с вами может много чего. И не все из этих... не все из того, что с вами происходит, мы можем верно распознать и увидеть. Мне кажется, что гораздо важнее вам для себя увидеть, чего вы хотите. И дальше уже смотреть, в какую сторону вам двигаться. Вот. В какую сторону вам идти, чтобы с этой ситуацией разобраться. Максимально адекватно и корректно. Вот. Я бы, наверное, такой бы дал ответ. Вот. Ну, а с девушкой... с девушкой... на свидание... сходить можно и нужно. Я не вижу в этом... абсолютно ничего плохого. Захотели сходить, ну... сходили. Другой вопрос. Чего вы ожидаете от... этого свидания? Вот с ожиданиями я бы поработал. Чтобы не было, знаете... ну, излишних ожиданий у вас. Это да, это может. Потому что, ну, может что-то произойти. Может что-то пойти не так. Да. Вот. И... ну, зависеть от этого, на мой взгляд, чересчур... сильно не нужно. Вот. Понятно, что вы будете, но... Вам бы лучше от этого немножечко так... Постараться отстраггироваться. Ну, немножко. Хотя бы немножко. От этого отстраггироваться. Хотя бы чуть-чуть. Попытаться. Да. Вот. Если не получается, то... Соответственно, мы, вот психологи, вам могли бы в этом смысле... Помочь. Помочь вам. Как раз таки с этим, с этим справиться. При условии, что вы этого хотите сами. При условии, что вы готовы, ну, вот. Как-то над собой работаете. Да? 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 Вот. Такой ответ, я думаю, можно вам будет дать, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Смотри. Или мыousse equilib inclined employee с новымем. Машина. Продолжение следует...